Так, ну что, всем привет! Записываю сегодня видос, когда же наконец будет расти рынок криптовалюты и, соответственно, разберем монетки, которые вы меня давно просили и спрашивали. Ну и по основным монетам, естественно, пройдемся. На данном этапе у нас по битку, конечно, немного неблагоприятная ситуация, но в целом ниже сайка 5000 мы пока не закрепились. Посмотрим, это все легко выбивается по стопам, то есть если мы там завтра-послезавтра. Очень полезный и информативный канал по крипте это Цена BTC. На данном канале освещаются наиболее важные экономические новости, на основе которых можно торговать криптой и неплохо зарабатывать. Также на канале Цена BTC проводится розыгрыш в каждом ролике на 600 долларов в эфире. Три выигрышных места по 200 долларов на каждого. Настоятельно рекомендую поставить видео на паузу и подписаться прямо сейчас на канал. Ссылка на канал в описании под роликом. Можем улететь на вот этих стопах, которые здесь стоят и, соответственно, можем даже подпрыгнуть на те же 5-10%. Это мои личные предположения. Может и провалит ниже и, соответственно, захотят попытаться закрепить и сделать такой сквиз вниз, то есть провалить еще ниже или на те же 40 тысяч, потом здесь поконсолидировать и повести наверх. Вот, по поводу остальных монет, там по тому же эфиру, XRP, там, если посмотреть, у меня еще спрашивали, там, давайте ксэк глянем. Ну, ксэк валится, я бы сейчас не лез. Вот, давайте глянем. Тет, это фьюэл. То же самое, монетки провалились. Ну, в моменте, да, они там давали 20-30%, но ничего страшного, то есть я ничего не фиксировал. Почему? Потому что потом я еще буду докупаться еще. Это первое. Ну, и второе, потому что данные монеты еще себя покажут, то есть смысла продавать их нет. Я напоминаю, я работаю со среднесрочными инвестициями. Также я видел, мне писали, был памп монеты Роуз, тоже я давал по ней рекомендацию. Да, я не рекомендовал ее закупать, но если кто хотел зафиксироваться на хаях и закупал ее, я, в принципе, отписывал. И можно было со мной проконсультироваться по данной монете. Также монета НЕР у меня спрашивали, тоже можно было по ней фиксироваться там позавчера, либо, получается, позапозавчера. Вот, по остальным монеткам, там, давайте глянем, самое популярное, там та же C98 у нас валится. По SLP спрашивали, скам не скам, но на данном этапе она, если сделает переллоу, получается, здесь 10 центов и здесь 7 центов с половиной, то, конечно, будет печально, потому что на данном этапе она как-то странно себя ведет. То есть, видите, падает в таком нисходящем канале, поэтому я в нее категорически сейчас не лез и вообще, в принципе. Вот, по LPT, я знаю, данную монетку Grayscale накапливает долгосрок, но, опять же таки, она тоже валится. Вот, поэтому, Монетофил, что там еще у нас, FTM, я думаю, многих интересует, FTM пошел на коррекцию, то есть, если кто не фиксировался по моим там рекомендациям, либо, соответственно, сам не фиксировался, то, конечно, заря. По поводу доги тоже спрашивали, стоит ли сейчас закупаться, я в него не лез бы, я, опять же таки, говорил, что рисковая тема, тем более, он что-то валится на данном этапе ниже 25 центов и это может спровоцировать его упадение на те же там 20, а то и 16. Если ниже 16 упадем, то, конечно, будет печаль, беда, потому что это у нас уже будет глубокая коррекция. Ну, по шибу пока ничего интересного, стоим на месте, болтаемся. Любимая ваша Солана, давайте глянем, ну, по Солане уже, походу, все, пошла коррекция, наконец-то посмотрим. В пике она доходила здесь до 216 долларов, ну, поздравляю тех, кто додержал до конца и скинул на хаях, это, конечно, ну, большая победа. Если, кстати, ну, по Луне мы стартанули, улетели, опять же таки, на стопах, которые стояли вот здесь, ничего тут удивительного нету, поэтому... Ну, и плюс, естественно, жадность хромяков, вот, если кто-то вдруг там не фиксировал Луну, я порекомендовал бы все-таки ее фиксануть, ну, по крайней мере, хотя бы часть. Вот, по аваксу, в принципе, ничего особенного, стоим на месте, если кто-то не фиксировался, можете фиксануться сейчас. Вот, у меня там спрашивали, кстати, по монете аудио, что вот якобы она там не скам и так далее. Может быть, она и не скам, и я ошибаюсь, в долгосроке она себя еще покажет. Но на данном этапе, что я вижу, по ней пока что ничего особенного в плане теханализа и в плане какого-то развития на рынке крипты я не вижу. Вот, по поводу остальных монет, там, SXP, давайте глянем. Ну, пока что все валится, XTZ, я помню, меня спрашивали, XTZ на данном этапе пампится. Опять же таки, если вам достаточный профит здесь в виде там 2X, либо 2,5, либо, если здесь, посмотрите, это, ну, порядка, да, 2X, можете фиксироваться. В целом, я еще допускаю, что мы можем подлететь сюда наверх, потому что вот здесь у нас тоже стоят стопы. И, соответственно, здесь у нас, в принципе, сходить на те же там 10, 20, может, 30% мы еще можем. Но, опять же таки, кому достаточный профит, можно фиксануться. Ну, по крайней мере, я процентов 30 на данном этапе уже зафиксировал. Вот, по поводу остальных монет, в целом, ничего особенного не происходит. Еще у меня спрашивали там, по-моему, по монете вот этой DDX. Вот, на данном этапе, опять же таки, новые монеты, что листятся, я не спешу в них заходить, потому что по ним еще надо наблюдать. И я по ней, ну, и вообще, я описывал свою схему в закрытом кубике, как я работаю. Вот, ну, давайте глянем, я думаю, многих интересует монета еще Мина. Вот, по мини, ну, по мини на данном этапе, понятное дело, если кто ее закупал, там, вообще, на листинге вот здесь, да, можно было там заработать те же 2X. А сейчас, если кто не фиксанулся, рекомендую настоятельно это сделать. Вот, монета Ray, еще, если тоже кто не фиксировался там здесь, здесь закупал. Я все-таки зафиксировался и не жадничал по данной монетке. Кстати, мы в закрытом клубе позавчера, и вчера я тоже рекомендовал, мы заработали на монете Algo. То есть, можно было взять порядка там 2-2,5X. Вот, ну, если вы даже вот здесь вот закупали, ну, порядка там 50-60% как минимум можно было заработать. Вот, и, кстати, под растволю, то я скину, получается, в телеграм-канал, что мы фиксировались на хаях. То есть, это было, по-моему, 5-го сентября, насколько я помню. Вот, и, соответственно, я тоже фиксанулся. Поэтому, ну, кто зафиксировался вместе с нами, поздравляю. Вот, я видел еще там OneHarm, а не монета подлетела. Ну, в моменте ничего страшного, я ее не фиксировал. Вот, поэтому ничего страшного в этом не вижу. Вот, если отсюда она дала TX, а если отсюда, то 2. Вот, я уверен, она себя еще покажет, когда выйдет за 20 центов. Поэтому я ее дальше буду холдить. Если кому был достаточен профит, можно было, в принципе, там вчера, позавчера фиксануться. Вот, также спрашивали за монету ИЦП. Ну, это, знаете, такой небольшой разбор рынка, разбор полетов. Ну, по ИЦП тут ничего особенного. Я все-таки ее, если бы холдил, то в долгосрок. Потому что сейчас в нее заходить, ну, такой себе. Давайте еще ЕГЛД. ЕГЛД у нас поперло вверх. Опять же-таки, если кому достаточно с текущих профит, можно, в принципе, зафиксироваться. Но я вполне допускаю роста и пампа после выхода за 240 долларов. Поэтому, если кто хочет поддержать, можно это сделать. Вот. Монета CIVIC здесь надо было фиксироваться. Я, в принципе, об этом тоже и в закрытом клубе писал. Вот. Что там у нас еще? Атом Космос. Ну, атом продолжает пока на данном этапе расти. Если кому, опять же-таки, достаточен профит, можно фиксануться. Если кто ее закупал, вот. Но если кто держит долгую, понятное дело, можно дальше держать. Вот. По доту спрашивали, стоит ли сейчас лезть. Опять же-таки, в долгосрок, если вы сейчас закупите, эта ошибка не будет. Но я все-таки повыменил, потому что весь рынок валится. И биток в том числе. Вот. Еще спрашивали по монете FTX. FTX токен, опять же-таки, если кто не фиксировался, ну, надо было фиксироваться там вчера-позавчера. Ну, можно, в принципе, и сейчас это сделать. Мы там не сильно откатились. Но я лучше данную монету все же тоже держал в долгую. Вот. Кстати, многие почему-то забыли про монету CRO. Давайте глянем по ней, что. Ну, по ней пока ничего особенного. Но здесь мы отросли на те же там 50-60%. Пока валимся. Ну, я все-таки подождал бы, потому что могут еще продолжить лить. Вот. Поэтому такие дела. Такой разбор рынка. Надеюсь, вам понравилось. Если хотите, чтобы еще больше разбирал, напишите там монеты в комментах. Либо, ну, если кого-то мне затруднит, можете писать мне в личку в Телеграме. То есть, я быстрее всего там отвечаю по поводу закрытого клуба. То есть, потому что я не всегда успеваю там посмотреть почту, либо заявки рассматривать. Поэтому, в основном, если кто захочет, можете писать мне в Телеграм. Там я отвечаю быстрее всего. Вот. И можете порекомендовать мне монеты для обзора там и так далее. Я себе запишу. Вот. По поводу доминации. Доминации у нас второй день подряд у нас отскок. Ниже CRO не падаем. Скорее всего, потому что выкупают сейчас активно биточек. Вот. И ниже CRO 5 тысяч, видите, не дают ему пойти. Поэтому наблюдаем за ситуацией. Смотрим. Видите, здесь выкупают, здесь выкупают. Ниже CRO 5 стараются не дать цене уйти. Ну, посмотрим. В принципе, я вполне допускаю, что могут все-таки опустить. Вот. Поэтому такие дела. Еще, кстати, у меня спрашивали за монету BTCST. Но я считаю, что она, ну, уже все, как бы, хана. И поэтому лучше в нее не лезть. Еще по монете SUN. Я вспомнил. По монете SUN. По монете SUN я фиксировался, по-моему, где-то вот здесь. Вот. То есть, я на ней там заработал. Ну, вообще, какие-то копейки. То есть, я тогда провтыкал. Я вот здесь заходил. Я мог заработать там 2,5 почти ТХ. Но, к сожалению, я там заработал где-то процентов, ну, может, 50. Вот. По итогу. Потому что у нее там динаминация, я так понял, произошла. И за счет этого цена, конечно, просела. Вот. И монета сама как-то затухла. Поэтому такие дела в целом. По остальным монетам пока валимся. Ну, ничего страшного. Ну, то есть, ожидаем, докупились и ждем. Поэтому самое главное тут не паниковать. И, естественно, рационально подходить к ситуации. Еще там послушаем. Спрашивали. Ну, послушаем пока ничего особенного. Падаем тоже. Вот. Поэтому такие дела. Еще ход. Я думаю, многих интересует монета. Ну, высокоисковый актив, поэтому не лез бы сейчас. Ну, НКН тоже самое. Поэтому, ну, плюс-минус на уровне как BTT. Но BTT даже и то надежнее на фоне этих монеток. Ну, ситуация и графики, конечно, плюс-минус похожие. Поэтому, если не знаете, что купить, можно их взять. Но, учитывать риски, я больше, чем 5% депозитов в каждую из них не заливал. Ну, вот единственное, там, в Rx, я, вера, у меня есть в нее. Потому что монета сотрудничает с Binance и отдельная криптовалютная биржа. Вот. Поэтому такие дела. Всем удачи. Всем пока. Информативный и полезный канал, где освещаются наиболее важные экономические новости, что влияют на цену крипты, это цена BTC. Ссылка на канал в описании под роликом.